Добрый день всем. С вами компания Китфинансы, я Елена Беляева и наш очередной байфинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Взглянем на расписание. Сегодня в 18 часов семинар «Ловим падающие звезды». Кого интересует свечной анализ, пожалуйста, подключайтесь. Возвращаемся к ситуации на рынке и, как всегда, начинаем с разбора ситуации на рынке американском, на фьючерсе на S&P 500. Смотрим текущую динамику. Мы видим, что продолжается движение в боковике, продолжается движение между уровнями поддержки и сопротивления. И сейчас, в текущий момент, фьючерс подбирается к уровню 1395, к уровню поддержки и, скорее всего, вот этот уровень остановит снижение, скорее всего. То есть, все, что было понижательного, возможно, в ближайшее время закончится и начнется что-то другое. Что другое? Ну, скорее всего, продолжение движения в этом боковике и продолжение движения внутри сопротивления и поддержки. То есть, ничего пока нового здесь не предвидится. Дальше. Смотрим на ситуацию на нашем рынке и смотрим, чем это может все закончиться. Вчера я говорила вам, что сегодня день, возможно, будет коррекционный. Это на самом деле так случилось. На самом деле, даже я не предполагала, что так глубоко уйдет рынок. Это движение было связано с какой-то, в общем, достаточно непонятной и сильной реакцией на, в принципе, новости, которые были уже известны. Вчера были опубликованы протоколы заседаний ФРС. И вот, прочитав их внимательно, участники рынка вдруг осознали, что им никто не обещал куэта еда. То есть, это было известно и раньше. Почему они так, в общем, среагировали, достаточно сложно объяснить. Иногда рынок бывает необъясним. То есть, то, что мы видим сегодня, что сегодняшнее падение, оно полностью перечеркнуло вчерашний рост. И рынок с большим удовольствием и легкостью падает, чем растет. И в текущей ситуации давайте будем разбираться, какие у нас есть варианты. То есть, наиболее вероятный вариант развития событий – это то, что сейчас находятся индексы на уровне 1510 в районе 1510, чуть ниже. То есть, наиболее вероятный вариант развития событий, что где-то здесь, в этом районе, закончатся снижения. Затрепятся уровни котировки на этих уровнях и начнется движение. Движение вверх, но, скорее всего, это будет опять-таки в виде боковика. То есть, сейчас у нас обозначился уровень сопротивления 1555 и есть поддержка 1510. Вот внутри, скорее всего, вот этих границ будет дальше продолжаться движение. Такой вариант более вероятен, но есть и варианты более мрачные. Это продолжение движения вниз до прежнего уровня поддержки сформированного и даже с заходом чуть ниже, с некоторым снижением ниже этого уровня, скажем, до уровня 1480-1470. Вот так вот. То есть, это вот то, что может быть. Поэтому считаем, что все-таки движение вверх в ближайшей перспективе к нам вернется. И вот даже на текущих уровнях можно уже какие-то планировать покупки на какую-то достаточно небольшую часть, такие пробные. И в том случае только если сейчас до конца дня будут какие-то разворотные сигналы. То есть, не прямо с места в карьеру, а именно ожидаем сигналов, которые будут нам говорить о том, что движение вниз закончилось и намечается разворот. Вот. То есть, на завтрашний день движение в боковике, движение между поддержкой и сопротивлением 1510 и 1555. ВТБ сегодня, так же как весь рынок, снижается. И в своем снижении, возможно, еще снижение не закончилось, возможно, еще не допадал ВТБ, еще немножко ниже может спуститься до уровня 6,8 копейки, вот где-то вот в этот район. И, возможно, на этих уровнях будет разворачиваться. Дальше. Газпром. Здесь тоже некоторое снижение еще возможно, но, в принципе, он практически дошел до целевых уровней снижения. И вот на уровне 181 в этом районе, возможно, будет пытаться развернуться. Нужно понаблюдать вот до конца дня, посмотреть, как это будет все у него получаться. Дальше. ГМК, Норникель, но здесь пока ничего такого нового не произошло. Продолжается движение в таком канале, наклоненном канале. И вот если сейчас цена не уйдет ниже, то движение в этом канале продолжится. То есть пока здесь, скорее всего, такая медленная динамика наблюдается. Возможно, здесь не стоит пока открывать позиции. Лукойл тоже дошел практически до своего уровня поддержки. Тоже нужно понаблюдать, как он с этим уровнем будет дальше работать. Лучшими вариантами сейчас и первыми кандидатами на разворот являются, как всегда, Сбербанк. Сбербанк выглядит лучше остальных акций. И с него, скорее всего, и начнется движение вверх. Поэтому здесь, скорее всего, ситуация развернется в первую очередь. Поэтому его рассматриваем как кандидата на покупку одним из первых. Дальше еще, где есть более-менее какая-то адекватная ситуация, это можно посмотреть на Северсталь. На Северсталь вот здесь вот может быть от текущей восходящей линии тренда может быть отскок и движение вверх. Можно вот этот вариант тоже рассмотреть. И может быть, может быть, может быть, может быть нефтегаз. То есть здесь отрабатывается поддержка 28,5 и тоже от этой поддержки, возможно, будет толчок. Вот, в принципе, наверное, три первых кандидата, в которых ситуация может в ближайшее время развиться в положительную сторону. В остальных, возможно, позже тоже появятся сигналы. Возникают вопросы, какие сигналы смотрим и на каких таймфреймах. То есть смотрим на внутридневных графиках, возможно, на, скажем, 15-минутном графике. Смотрим здесь нам, какой сигнал нужен. Это нужен, во-первых, пробой нисходящей линии тренда. Во-вторых, нужен выход осциллятора из зоны перепроводанности. И нужен, ну, как нынему, пробой 21-й средний на 15-минутках. То есть нужно, чтобы были какие-то появились сигналы на разворот. То есть пока вот сейчас в текущей ситуации этого сигнала нет. То есть ближе к вечеру в 6 часов будут новости, в 6.30. Возможно, на этих новостях будет какой-то посыл и такая попытка развернуться. В принципе, вполне возможно, что этого сигнала и не возникнет. Может быть, новости выйдут плохие и продолжится, скажем, движение вниз. Тогда вся эта ситуация просто отменяется. То есть таким образом, используем текущее снижение для того, чтобы войти по личным ценам в позицию, но позиции не открываем большим объемом. И, в общем-то, имеем в виду, что следующий вариант развития ситуации, в принципе, тоже возможен. То, что мы сказали по индексу МВБ. То есть ниже есть еще уровень поддержки. В принципе, заход на этот уровень поддержки тоже вполне возможен на уровень 1480 или 1470. Поэтому в этом случае придется, ну как сказать, с открытой позицией пережидать вот это движение на этот уровень. И тогда будет возможность открыть, долить позицию еще по лучшим ценам. Вот так вот. То есть сильно не рисковать, открывать небольшие по размеру позиции с пониманием того, в какой момент позицию нужно будет закрывать. И знать, что ситуация вышла из-под контроля и не подчиняется, ну как скажем, ожидаемому сценарию. И быть всегда готовым, что такое может произойти. Рынок, в принципе, он не анализируем на 100%. И здесь мы всегда имеем дело лишь с вероятностями. То есть сейчас в текущей ситуации вероятность в ближайшие шаги на движение рынка вверх больше, чем движение вниз. На это, в общем-то, и делаем ставку. Вот, в общем-то, такая ситуация. И давайте обычно еще смотрим фьючерсный индекс РТС. Давайте посмотрим здесь. Здесь тоже сейчас отрабатывается поддержка 157500. И тоже, в общем-то, с этих уровней вполне возможно начнется отскок наверх. Все на сегодня. И давайте будем завершать. Так, появился вопрос ТНК, БИП и возрождение. Вот, честно говоря, в текущий момент еще не совсем время открывать позиции по малоликвидным бумагам. То есть нужно сначала поделиться с рынком, разворачивается он или нет. Потом уже, если у нас будет уверенность в том, что да, рынок действительно настроен на движение вверх, тогда возникнет желание открывать позиции. И в первую очередь по ликвидным бумагам. По ликвидным бумагам чаще всего открывают позиции уже, когда голубые фишки, скажем, перекуплены, кажутся дорогими. И тогда уже начинают выискивать что-то по ликвиднее. Вот, поэтому давайте мы взглянем, конечно, на ТНК, БИП и на возрождение. И, соответственно, я скажу по этому поводу какое-то мнение. То есть ТНК, БИП это дивидендная акция. То есть по этой акции ожидаются неплохие дивиденды. То есть особенно по привилегированным. То есть эту акцию держат среднесрочно. И эту акцию держат в расчете на получение дивидендов. И вот в расчете на получение дивидендов позиции открываются в начале года. Не сейчас. То есть открывать позиции по дивидендной акции за месяц до отсечки это совершенно неправильная тактика. То есть здесь по этой акции нужно было открывать позиции в декабре, в январе. И тогда эта позиция была бы оправдана. И в этот момент у вас позиция была уже в хорошем плюсе. И, в общем-то, ее можно было продолжать держать. Такой момент. То есть если просто по технике заходить, то здесь нужно выход из этого флага предположительно наверх. Только тогда можно открывать позицию. То есть и здесь вот по обыкновенному та же самая ситуация. То есть в принципе, как бы сказать, по технике да, можно, но до отсечки осталось слишком мало времени. И, возможно, по акции уже при приближении отсечки будут закрывать позиции. И поэтому не удастся не успеете на ней заработать. По дивидендным акциям надо заранее открываться. По возрождению там пока вот отрабатывается поддержка. И вообще еще нет никаких даже намеков на разворот. Поэтому здесь точно рано. Здесь нужно понаблюдать еще некоторое время. Если вот этот скок разворота от этой поддержки будет образовываться, тогда можно пробовать. Еще был вопрос по уралкалию. Уралкалий плох сегодня. И, в общем-то, он, скорее всего, отменил наше желание им заниматься в ближайшее время. И, скорее всего, планы на покупку уралкалия пока откладываются. То есть продолжается нисходящий тренд. Бан Санкт-Петербург то же самое, что и возрождение. То есть пока вообще даже о этих акциях пока не ведем речь. Здесь пока точно рано. Стоит ли сегодня покупать акции Сбербанка? Возможно, что и стоит. Но вот не сейчас, в текущий момент, в текущую секунду, а ближе к вечеру, ближе к закрытию, если там будет формироваться разворот. Как вы оцениваете динамику ММК в ближайшей перспективе? Насколько исконно ваш сзади покупать меч? Опять-таки, вот это вот все, как бы сказать, вопрос о различных акциях второго эшелона. ММК все-таки не самая ликвидная бумага. И к тому же давит на нее ситуация в металлургическом секторе. То есть к тому же это еще и убыточная компания. То есть у нее нет прибыли, у нее убыток. Поэтому, вот честно говоря, если открывать позицию по ММК с ожиданием какого-то чуда, что там случится чудо и будет расти цена, только в том случае, если, во-первых, стабилизируется ситуация с ценами на сталь и начнет цены на металлы расти. И, в общем-то, все равно в любом случае не открывать позицию большого объема. То есть желательно, чтобы, когда вы открывали позиции, то есть выставляли портфель из бумаг, чтобы у вас был сбалансированный портфель, чтобы не меньше половины портфеля все-таки занимали ликвидные бумаги, голубые фишки. То есть на неликвидные бумаги не стоит отводить слишком много денег. Потому что может оказаться так, что вы купили, открыли несколько позиций по неликвидным бумагам, весь рынок растет, а вы ничего с этого не имеете, потому что те бумаги, которые вы купили, они стоят на месте. Поэтому в случае, когда вы открываете позиции по неликвидным бумагам, подстраховываетесь. Да, неликвидные бумаги иногда растут в большей степени, чем ликвидные. Но никогда не знаешь заранее, никогда не знаешь наверняка. Поэтому в портфель все-таки, большая часть портфеля, по моим мнениям, должна состоять из голубых фишек. То есть остальную экзотику покупать уже на какие-то остатки, и так вот, на пробу и на ожидание какого-то чуда. Еще вопрос про Интерау. Там тоже ситуация очень сегодня печальная, пока печальная. То есть там пока нет никаких шансов и предпосылок для входа в позицию. То есть сегодня вообще новый минимум был образован. И вот та конвергенция, которая здесь существовала и, в общем-то, оставляла, ну, на самом деле казалось, что вот здесь вот произойдет разворот и будет какой-то толчок, вот сегодня появились сомнения в этом. Поэтому здесь все-таки надо подождать некоторое время и как минимум дождаться пробоя вот этой вот сверху графической границы. То есть только при пробое этой графической границы будет иметь смысл открывать позиции. То есть точно не сейчас. Тоже Интерау может вот в этом, в никаком движении находиться достаточно долго. Вы можете открыть по ней позицию, и просто ваши деньги будут связаны в этой позиции, а счастья вам от этого будет никакое. Все-таки вот в текущей ситуации, на текущем рынке, в первую очередь смотрим возможность открыть оппозиции по голубым фишкам. То есть время для покупки всякого мусора еще не пришло. Это мое мнение. Вас может быть свое, на самом деле. И давайте на этом будем завершать. Всем спасибо за внимание. До свидания, до завтра.